Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН, канале свежих обзоров на все, что в игре происходит. В игре появился новый танк БЗ-58-2. Это тяжелый танк 9 уровня, коллекционная тачка, которую на данный момент можно получить в таком событии, как контрабанда. Его можно попытаться достать из контейнеров с вероятностью в 1%, либо можете попытаться забрать его другим способом, но придется существенно додонатить, а именно забрать сначала себе Мураска, потом Шерломейна, ну и уже после Шерломейна достать себе данную машину. Выглядит это следующим образом. Сначала забираете одну тачку, донатите, собираете билеты, за 600 покупаете Шерломейн, ну и потом уже забираете БЗ-58-2. Стоит ли оно того? Не знаю. Здесь уже решать вам по своему карману и по своему желанию иметь новую коллекционную машину в ангаре, но от себя отмечу, что машина не блистает, по крайней мере в моих руках. Возможно, я не сильно хороший игрок, а возможно, просто сам танк ничем не выдающийся. В отношении технических характеристик по машине здесь есть что обсудить, но особо не к чему прицепиться. Вполне себе приятное орудие, сведение 3,9, будем говорить 4 секунды, с учетом того, что данному показателю посвящено в оборудовании целых 2 слота. И вроде бы играется не сильно приятно, но при этом всем 450 единиц урона через каждые неполные 13 секунд. Короче говоря, типичный нормальный тяж 9 уровня, без выдающейся перезарядки, без супер зашкаливающей эльфы, ну короче, где-то что-то все средняково. В отношении ДПМа 2100, и он вполне себе реализуем, хотя не сильно повышен, и при этом всем он нормально реализуем, только если вы играете на своем уровне. А вот если вы встречаетесь с десятками, там начинаются проблемы, потому что вас начинают разбирать. Огромным плюсом машины я лично считаю угол склонения орудия вниз в целых минус 9. Ну в край приятно отыгрывать, это действительно классно, когда становишься где-то за каким-то холмиком, склоняешь орудие вниз, и твоя великолепно зализанная башня с шикарной приведенной броней отыгрывает на все 200. Есть комбашенка, которую да, действительно можно попытаться выцелить, но она такой формы, что сказать, что это прям действительно подарок для соперника, навряд ли. Особенно если соперник играет где-нибудь с сенсорника, а не с компьютера, соответственно выцелить довольно сложновато. Стоит отметить, что верхний бронелист не то, что под каким-то углом, он просто сверху лежит на машине. И здесь не за что зацепиться снаряду, а вот нижний бронелист сияет. Сияет для всех, поэтому прячьте его, когда будете играть, если данную машину себе получите. Ну что, ребят, берем машину и поехали посмотрим, на что она реально способна. Сейчас убедимся в том, что попадаем в обычный бой, а не в какое-нибудь возрождение, и попытаемся реализовать машину настолько, насколько я могу это сделать, своими не сильно ровными руками. Ну что ж, ребят, давайте будем начинать. Древние пирамиды, прямо скажем, далеко не самая лучшая карта для данного танка по одной простой причине. Потому что на месте разворачивается он не очень хорошо, а на этой карте порой приходится довольно неплохо покрутиться. В отношении того, чтобы играть от башни, не так уж и много позиций, на которых вы успеете появиться вовремя. Ну и, соответственно, ехать на направлении к точке А, на направлении так называемых тяжелых танков, действительно не очень комфортно. Там прямая площадка, и отыгрывать от башни там не получится однозначно. Ну а фишка этой машины именно в том, чтобы от башни и отыгрывать. Потому что, как я уже сказал, пробивается он довольно легко. Мне сейчас не кисло повезло в отношении того, против кого я зашел в бой. Я зашел против восьмерок, есть буквально две девятки у соперников, и, слава богу, ни одной десяточки не попалось. В целом, машина интересная, машина прикольная, но я бы не сказал, что она действительно чем-то вас удивит. Вот сейчас делаю 9 единиц урона, зато добираю соперника, и ухожу на перезарядку на неполные 13 секунд. Возвращаемся к теме орудия. Сводится вроде бы долговато, но к этому можно привыкнуть, и в целом, когда к этому привыкаешь, особо не замечаешь этого времени сведения. По точности, мне орудие косым не показалось. Да, бывали определенные моменты, как обычно, открутка от игры, когда вроде бы свелся абсолютно полностью, но при этом всем не смог каким-то образом попасть, хотя сам этому удивляешься. В остальном, орудие косым назвать язык не поворачивается. Мне лично точности более чем достаточно. В отношении подвижности и маневренности, возвращаясь к данной теме, танк, я бы не сказал, что летит вперед, но, ребят, он едет, едет упрямо, и действительно вполне нормально набирает свою максимальную скорость. Если прям сильно цепляться к чему-то, то, наверное, все-таки к маневренности. Развернуться на месте туговато получается, но при этом все сразу понимаем, что мы играем не на среднем танке, а играем именно на тяжей, и с учетом уровня бронирования, допустим, его башни, цепляться не к чему, а с учетом того, что от этой башни очень комфортно отыгрывать, умея угол склонения орудия вниз минус 9, так уж и подавно нечего цепляться к тому, что на месте развернуться не выходит так быстро, как хотелось бы. Поехали, поищем, кто у нас там где катается. К сожалению, ребята, соперники обошли нас на повороте, уехали абсолютно в другую точку карты, придется возвращаться обратно, но попытаемся успеть доехать для того, чтобы кинуть хоть какой-то урон. Радует то, что подвижности этой машины достаточно, для того, чтобы менять направление своего движения, и в корне поменять позицию в случае необходимости. Урон 487 сейчас залетающий, все-таки немножко повышенный. По моим ощущениям, я имею в виду, что такая цифра будет светиться у вас далеко не каждый выстрел, но вот сейчас 438, то есть разница существенная. При этом все, вы можете постоянно рассчитывать на урон порядка 430, уж без проблем, ну и, соответственно, вы действительно можете накидывать на данной машине. В данном бою, а это первый попавшийся бой, я не накидал большого количества урона, но при этом все, благодаря нашим союзникам, сделал целых 4 фрага. Возможно, мне сейчас дадут какую-нибудь козырную степень, потому что это все-таки свежая машина в игре, и на нее планку взадрать еще не успели, ну, кроме тех ребят, которые тестили данную машину вместе со мной, но в целом танк получился вполне себе результативный. Так все же, подбивая итоги, хорош он или нет? Я бы сказал, что он добротен. Я не могу сказать, что он хорош, потому что он не разрывает, он не имбует, он не обладает какими-то выдающимися показателями, но он обладает потенциалом. При этом всем он играется абсолютно спокойным, то есть танк, который предназначен для того, чтобы если вы вечерком вернулись домой с учебы или работы, просто присесть на мягком диване и немножечко спокойно покатать, никуда не торопясь. Вот для этого он действительно подходит. Единственное, что напомню, что если вы будете играть против десятых уровней, то не всегда сможете настолько круто расслабиться, потому что десятки реально напрягают. Ну а если будете играть против восьмерок и девяток, то спокойный геймплей в целом вам будет предоставлен, и вы сможете получать удовольствие от проведенного времени в игре, напомню, без какого-то экшена и без какого-то адреналина. Просто спокойный гейм. И здесь танк действительно удался. Если вам нужен этот добротный танк, берите. Если не нужен, не берите. Но в любом случае буду благодарен, если вы напишите комментарий со своим мнением по поводу увиденного и в отношении того, планируете ли вы забирать данную машину и открывать на неё контейнером. Также буду благодарен, если вы поставите лайк данному видео за мои старания и обязательно подпишитесь на канал, если вы за честное мнение по поводу того, что в игре происходит. Пошёл снимать следующее видео специально для вас. Вечером жду всех на прямую трансляцию. Мира вам, друзья мои. И обязательно спокойствия. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok